Рождённые среди диких животных. Бег со львами. Часть первая. Фильм Этьена Верхагена. Снято в Намибии. Фильм Этьена Верхагена. В 10 тысяч гектар сотню голов скота. В этом ничего необычного нет. Но затем она идёт проведать своих львов в гараж. Семья Марлис подобралась полтора десятка брошенных львят. Марлис ухаживала за ними и наблюдала за их ростом. Её любимцы – самцы из Калахари, которые станут гигантами с пышными гривами. Обычно они спокойные, гривы, расслаблены и ещё ленивы. Снизу шерсть у него растёт вверх, а сверху от головы и шеи вниз. И на стыке получается гребень. Он показывает, до какого уровня будет расти грива. Словно две волны сталкиваются в океане. С недавних пор её любимцы стали вести себя в гараже слишком беспокойно. Им придётся либо сдать экзамен на вождение, либо подыскать себе жильё в природе. Именно на последнем остановил свой выбор отец Марлис. Не хочется, чтобы они моё добро растерзали. И так уже всё в дырках. Вечером Марлис идёт в саванну. К стоянке своих друзей-бушменов, с которыми провела всё детство. Ей нужен Канна, знаменитый охотник, бывший проводник её отца. Именно ему предстоит поведать Одиссею Марлис и её львов. Марлис свободно владеет щёлкающим языком бушменов. Это совершенно естественно. Ведь её воспитали Канна и его жена. До семи лет она говорила только на языке этого народа, одном из древнейших на земле. Сегодня они говорят только о Марлис и её львах. Это два льва-самца, которые играют и гоняются друг за другом. Хлопанье — это ритм их бега. Когда кто-то произносит «кха» и поднимает руку, это означает, что один схватил другого за лапу. А потом они снова принимаются играть и бегать. Это не агрессивная игра. Воспитанникам Марлис уже два года, и им нужно пространство для игр. Это три самца, узнаваемые по наметившимся гривам. И одна самка. Самка намного живее остальных. Она постоянно их задирает, нападает сзади и не даёт спуску ни самцам, ни Марлис. Спасибо. 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 После обзвона различных природоохранных заповедников и заказников, Марлис удается заинтересовать директора одного из них. Он даёт принципиальное согласие попробовать поселить в дикой природе братьев Мачо и Хубилая. Незаменимый Кано пообещал сопровождать Марлис в качестве проводника, но действительность перевернёт все их планы. Питер Брюс, директор парка Саубис и большой любитель животных накопил огромный опыт, который приучил его к осторожности. Они прекрасно выглядят, замечательно. Крепкие, упитанные, просто отлично. Я ищу им землю. Со временем они научатся охотиться, ведь у них есть инстинкт. Им просто нужно учиться, ведь они росли без мамы. Но кому-то нужно с ними постоянно работать, сами они не научатся. Я готова, готова. Разумеется, их нельзя просто оставить на воле. Надо устроить им огороженный участок. У меня остаются сомнения, опасения. Мне уже приходилось видеть такое, и всё очень быстро заканчивалось. Не уверен, получится сейчас или нет, но можно попытаться. Если не получится, то, по крайней мере, им будет куда вернуться. Так что терять мне нечего. Я попробую. Несколько недель они будут путешествовать, полную надежд, но без всякой поклажи. Им придётся освоиться и жить на этой территории. Это самая настоящая семья. Львов воспитала Марлис. Марлис воспитал Кана, старый охотник. А Бета – её молочная сестра. ПОЛИСКАЯ МУЗЫКА Поīда. По mettre Mortal Kombat. Я дала ей свою сандалию, потому что здесь полно камней, и она ранит ноги. Одну сандалию? Да. Теперь меняемся. Мне холодно. 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 Львы шли по высокому горному гребню. Мы старались следовать за ними по долине. Там мы найдем много добычи для львов. 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 Первый блин получился комом. Львы неуклюжие и выдают жертвам свое присутствие. Нам надо найти воду немедленно. Львов. 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 Путешественники на ходу наполняют корзины провизии для ужина. Львов. Львов. Это кусок кожи, и на него они кладут порошок, который находят в кустарнике. Когда мы не можем чего-то найти, когда неизвестно, где есть вода, он наносит на нас этот порошок. Порошок проясняет мысли, и мы отыщем воду. Посмотрим, подействует ли. Они активно обследуют местность. Это хорошо. Но они не оставляют меток, не опрыскивают деревья. Они чувствуют, что здесь есть другой зверь, леопард или лев, и это его территория. Так что нам надо идти дальше, искать воду. Здесь все равно ничего не выйдет. Не выйдет, потому что здесь уже есть другой лев. Но они много ищут, уходят от нас и возвращаются. Это хорошо. Вода слишком соленая. Однажды мы вышли на ровное место, где вода текла из камней. Вода была очень соленой. Львам нравилось играть там, где скалы были ровными. Ногам было очень больно. Мы чуть насмерть не замерзли. А львы играли и таким образом грелись. Я тоже бегала, но мне это не помогло. Матчо. 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 Матчо и Хобилая никогда не дрессировали. Они остались дикими, однако привыкли к людям и не боятся их. Морлис нужно постоянно быть на чеку, потому что львы пытаются, хоть и игриво, вывести ее из равновесия. Если она проявит слабость, то станет их добычей. Поэтому во избежание несчастья, нужно ждать свое превосходство. Он чуть палку не проглотил. Не играй со львами. Он не хочет, чтобы я играла с ними, обнимала их. Потому что считает, что тогда они не уйдут на волю. Бетта нашла несколько тыкв. Сегодня вечером будет пир. Он сердится на меня. Говорит, что нельзя играть с пищей. Он всегда такой строгий? Да. Все время придирается. Львы гоняли тыквы. Они подкидывали их лапами в воздух и гонялись друг за другом. Ты на меня сильно сердился. Да, сердился. Ведь другой еды у нас не было. А ты играла со львами тыквами, будто мячиками. Львы гоняли тыквы и давили их. Львы гоняли тыквы и давили их. В детстве я постоянно приходил сюда с братьями напиться и поиграть. Однажды мы наткнулись на большого льва, пришедшего на водопой. Мы спрятались и долго ждали, когда он закончит. Нам очень хотелось пить. Когда он ушел, мы подбежали к воде, быстро попили и снова спрятались. С тех пор детей без взрослых к этому источнику не отпускают. А сегодня я пью здесь вместе со львами. Ты все выдумываешь. Я постоянно выдумываю, но сейчас говорю правду. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...